Девушки отдыхают Я не знаю, что сказать Получается, ты не знаешь, что сказать? А что изменилось бы, если бы ты знал? Еще приходишь и объявляешь об удачной сдаче экзаменов Какое мне дело до этого? Выслушайте, мама Милек Я правда очень сожалею Я буду хорошо заботиться об ИПЕК и ребенке Поэтому я решился сдать этот экзамен с вашего позволения Какое еще позволение? Ты давно уже все за всех решил Немедленно, немедленно звони, ИПЕК Мы должны немедленно поговорить обо всем Давай звони Ну что? Она не берет трубку Снова звони скорее Кажется, она сердится на меня Она весь день не отвечает на мои звонки Я ходил в университет, чтобы поговорить с ней А что ты ей сделал? Если она себя так ведет, значит ты в чем-то провинился? Что ты сделал? Послушайте Я только недавно узнал о ребенке Когда я впервые услышал, я испугался Подумал, что и она не захочет И поэтому сказал Ты предложил ей сделать аборт? Где моя дочь? После репетиции она с эссин собиралась куда-то пойти А вдруг они пошли к врачу? Слушай меня внимательно, Барыш Если ты хоть чуть-чуть навредишь моей дочери Я уничтожу тебя Сотру тебя в порошок Клянусь всеми святыми Ты понял меня? Я думал, что ты ушла Мне Стыдно даже просить прощения То, что я тебе говорил Недавно, это все Я не воспринимаю твои слова всерьез, Аркан Потому что это все ерунда Мы с тобой лишь друзья Только подумай А если бы и Масал сегодня была рядом? Неужели у моей дочери такой отец? Сколько еще можно унижать тебя? Мне все равно Да, я унижаюсь Но я правда тебя... Замолчи, Аркан Не смей больше это говорить Все в прошлом Ты должен это признать наконец Нас связывает только наша дочь И мы должны жить, думая лишь о ней Ты это понимаешь? Я не хочу Я не хочу, чтобы моя дочь думала, что ее отец алкоголик Каковы бы ни были причины твоих запоев Ты не имеешь права вести себя так с ней В последний раз я тебя предупреждаю Ты, как здравомыслящий человек, должен пройти курс лечения В противном случае я заберу дочь и уеду с ней Туда, где ты нас никогда не найдешь Ты понял меня? Ты понял то, что я сказала? Проклятье Проклятье Эй, Син Я звоню Ипек, но у нее отключен телефон Где вы с ней находитесь? Я... Не смей выкручиваться, Эйсин Говори сейчас же Где вы? Говори сейчас же Тетя Милек Эйсин Вы что, поехали делать аборт? Тетя Милек, я не понимаю, о чем вы говорите Эйсин Немедленно говори адрес Иначе ты больше не увидишь Ипек Немедленно говори Тише, старик, что с тобой? Ты прям как ошпаренный Что происходит, барыш? Ипек поехала делать аборт Мама Милека обо всем узнала Ипек не отвечает на мои звонки А Уэйсин постоянно занята Как мне помешать Ипек? Зачем? Вы же собирались делать аборт Что тут вообще происходит? Послушай, сейчас нет времени на объяснение Я должен немедленно найти Ипек Я скоро с ума сойду Где они могут быть? Что ты стоишь? Скажи что-нибудь Успокойся Позвони Озгюр Она сейчас в общежитии Откуда ей знать? Старик, они друг без друга дышать не могут Она точно знает Позвони ей сейчас же Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит Ты сожалеешь? Ничего И это переживем Послушай, мы должны быть сильными Не унывай Не опускай руки Знаешь что? Пойдем отсюда Иначе тебе станет еще хуже Пошли, дорогая Пойдем И это не отвечает Они словно сговорились Возможно, именно сейчас Ипек делают аборт А я стою здесь У меня связаны руки Господи Что я натворил? По своей глупости я потеряю Ипек и ребенка Постой, брат Не будь так уверен Может, репетиция до сих пор продолжается И она вовсе не у врача Думаешь, это возможно? Конечно Знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Ты иди прямо в университет к Ипек А я схожу к тете Милек, попытаюсь что-нибудь вытянуть из нее Давай, скорее за дело Ладно, пошли Барыш Ипек Пошли отсюда, Сгюр Ипек Ипек Постой, прошу тебя Ты пока иди Ипек Все это из-за меня Но поверь, я очень сожалею Пожалуйста Думаешь, твоей жалости здесь достаточно, Барыш? Ты в своем уме? В какое положение ты меня поставил? Давай поговорим Я тебе все объясню Мы уже обо всем с тобой поговорили И ты сказал все, что хотел Верно Но я еще раз подумал и понял Ты была права То есть как? Уже нет смысла об этом говорить Что ты понял, Барыш? В чем я была права? Я подумал Что если ты готова иметь ребенка Мы не должны его потерять Но Увы Правда? Ты хотел этого ребенка? Мне очень жаль, любимая Все случилось по моей глупости Барыш, но еще не все потеряно Я сохранила нашего ребенка Правда? Ты говоришь правду? Конечно, Барыш Любимая Я так испугался Думаю, что нам Еще предстоит испытать страх Как мы обо всем расскажем моей маме Не бойся, милая Мама Милек уже обо всем узнала Нет О, Господи Я так устал искать твой дом Чуть с ума не сошел Не нужно было преследовать меня Малая родина жить без меня не может, так что ли? Размечтался Твоя девушка, ее брат ищет тебя Тетя Адалет вся в слезах Это она попросила приехать и поговорить с тобой Если ты приехал для того, чтобы переубедить меня, то напрасно Мое сердце принадлежит другой А кто два года морочил девушке голову? Зачем нужно было давать надежду? Что, забыл уже? Забыл? Все верно Неужели это был я? Что поделаешь? Во мне кипел адреналин Хотелось нежных чувств Да уж В жизни все может неожиданно измениться Вот ты и разлюбил Ну ничего Я все улажу как-нибудь Все улажу Посмотри, кажется в глаз что-то попало Нет, ничего нет А твоя возлюбленная тебя видела? Нет Не получилось Я приехал, а она ушла Дружище, я с ума сойду Почему все идет не так, как надо? Иди умойся Что? Я все улажу Все будет хорошо Она и новый магазин нашла? Наверное, уже все спланировала Если я сейчас же не перейду к действиям Эта женщина выставит нас за дверь Не говори так, муженек А вот увидишь Вайловике тебе тоже очень понравится Этот номер не пройдет Я открою кассу Иди скорее Иди Не нужно открывать Не заставляй ее нервничать по пустякам Любимая Иди и приготовь нам всем чай Алло, мама Это я Почему ты до сих пор не звонила? Сначала поздоровайся с мамой Что за спешка? Привет Все не так, как ты думаешь, мамочка Лучше скажи Ты поговорила с кузеном? Поговорила Он освободил помещение Теперь будет сдавать в аренду Хорошо Поговори с ним Скажи, чтобы ни с кем не договаривался Передай силами, что я сниму в аренду Зачем тебе этот магазин? Как ты будешь все время ездить? Скоро я соберу все вещички И навсегда перееду туда, мамочка Так что жди Да ты что? Значит, я скоро увижу вас? Да Не забудь поговорить с кузеном Как приеду, сразу уладим все детали Не волнуйся, сынок Я прямо сейчас пойду и поговорю с ним Только пусть все останется между нами Ничего не говорим у Алле Это будет сюрприз Она не будет противиться, сынок Место жены рядом с мужем Я тоже так считаю Ну все, пока Пока, мама Вивзи О каком сюрпризе идет речь? Мое предчувствие мне подсказывает, что ничего хорошего Брось, любимая Не сердись так сразу Я говорил с мамой Она, бедняжка, думает, что мы когда-нибудь к ней переедем Ясно Спасибо Мама Ипек Как ты, милая? Все ли с тобой в порядке? Все хорошо Было очень больно Сейчас Что-нибудь болит? Дочка Как ты могла пойти туда, не поговорив со мной? Почему ты пошла одна, будто у тебя нет мамы? Мама Я не делала аборт Врач сама оказалась беременной Как только она хотела приступить к операции, у нее начались схватки Ее тут же отвезли И я ушла оттуда Значит, случились роды? Ясно Я не делаю Ты счастлива, Илюль? Все, он ушел. Больше не будет мозолить тебе глаза? Интересно, к кому ты теперь будешь придираться? Я лишь выполнила свой служебный долг, Джабидан. Но, конечно, ты прогнала его словно вора. Если бы ты действительно любила Иркана, всего этого бы не было. Уже слишком поздно, чтобы что-то изменить. Тетя Мелек. Хотите воды? А почему они сами не пришли? Зачем тебя подослали? Просто ты ушла, ничего не сказав. Мы беспокоились. А что мне тебе сказать, Эсин? Я, как всегда... Я, как всегда, все узнаю в последнюю очередь. Ради Бога, молчи. Ничего не нужно говорить. Не хочу тебя обижать. Лучше выйди, Эсин. Что она сказала? Ну что? Что она сказала? Она очень сердита. Даже меня не захотела выслушать. Что будем делать? Не знаю. Кажется, плохи наши дела. Она имеет право сердиться. Такого она от меня не ожидала. Лучше бы она выплеснула всю свою злость. Пусть бы накричала. Тише, любимая, не нужно волноваться. Все равно она когда-нибудь успокоится. Тогда и поговорим, хорошо? Этого еще не хватало. Кто это? Звонят из общежития. Я опоздала. Скорее поезжай. Я тебе потом позвоню. Как я оставлю тебя в таком состоянии? Озгюр, ты должна немедленно ехать. Если твой отец узнает, он рассердится. Все здесь, не волнуйся. Слушаю. Да, учитель. Я опаздываю из-за пробок. Хорошо, учитель. Буду через 15 минут. Девочки, я побежала. Если что, сразу звоните. Поторопись. Что теперь будем делать? Может, позвоним моей маме? Расскажем ей все. Пусть она поговорит с тетей Милек. Что за глупости? Мы пока не знаем, что об этом думает моя мама. И Пек верно говорит. Сначала вы должны поговорить с тетей Милек. Чтобы я не сказала, она не простит меня. И она будет права. Я разрушила все ее мечты. Ладно, любимая. Не паникуй. Мы это преодолеем. Простите. Я недавно переехал в этот дом. Вы, кажется, тут живете? Слушай, иди отсюда. Постой, не нужно сразу грубить. Впервые вижу человека, которому к лицу гнев. Из меня выйдет хороший сосед. Вот увидишь. Я очень дружелюбный. Иди отсюда, говорю. Я чуть от голода не умер. Ты что, потерялся? Говорил тебе. Давай я сам скажу. Постой. Ты еще не знаешь всего. Я потерялся в глубине бездонных глаз. Алло, ты в порядке? Алло, что с тобой? Все нормально, брат. Точно? Все хорошо. Я впервые встретил девушку с бездонными очами. Она порхала, словно ангел. Она унесла с собой мое сердце. Да ты что, и кто она? Откуда мне знать? Кажется, она ваша соседка. Берол, разыщи мне эту девушку. Раз понравилось, считай, что дело в шляпе. Дай поцелую. А меня-то зачем целовать? Мамочка, я принесла тебе кофе. А заодно хочу поговорить с тобой. Барыш еще не ушел? Нет, он здесь. Позови, пусть придет. Мама, делай, что говорю. Не нужен мне кофе. В чем дело? Она не хочет говорить с тобой? Она тебя зовет. Меня? Зачем? Она сердится? Я ничего не поняла. Сидит в кресле. Ее поведение кажется мне странным. Думаю, что на этот раз от меня останутся одни щепки. И она будет права. Но я все же попытаюсь с ней поговорить. Что бы ни случилось, не перечей. Не смей спорить. Хорошо. Ладно, увидимся. Мама Милек, вы хотели поговорить со мной? Закрой дверь. Присядь рядом. Значит, ты ходил на экзамен? Да. И прошел его. Вот, можете сами посмотреть. Правда, я говорил с руководством. Мне сказали, что нам придется около месяца проводить отбор. Ну, ничего, я буду приезжать. Судя по всему, ты уже все обдумал. Я подумал о том, что вы не отпустите Ипек со мной. Я предпочел, чтобы она осталась здесь. Я буду приезжать на выходных. С этим не будет никаких проблем. Всего этого не нужно делать. Потому что ты никуда не поедешь. Долгие годы я была матерью и отцом этого дома. И я, как никто другой, знаю, как тяжело строить семью. Я тоже стараюсь научиться этому. Вы говорили о постоянной и стабильной работе. Вы правы. Я готов на все, чтобы добиться своего. И поэтому ты решил пожертвовать своей мечтой? Не смей отказываться от мечты. Потому что рано или поздно это отразится на твоей дальнейшей жизни. Чувство моральной неполноценности не даст тебе покоя. А потом ты начнешь вымещать свое недовольство на Ипек. А мне бы этого не хотелось. Но... Я ведь не смогу совмещать два занятия. У меня не получится. Тогда тебе придется отказаться от работы. Нельзя отказываться от мечты все свои жизни. А как быть с постоянной гарантированной работой? Я назвала это как условие. Но что-то вы совсем на этом помешались. Я рассердилась на то, что дочь скрыла от меня такую важную новость. Не дай бог, если бы с ней что-то случилось. А могло произойти всякое. Я думала, что делаю вам все во благо. Но я ошибалась. Порой и мама оказывается неправы. Однако я знаю точно. Вы друг друга очень сильно любите. Да, мама Милек. Я очень люблю Ипек. Не хочу, чтобы она страдала. Для меня очень важно ваше счастье. А особенно счастье моего внука. Не хочу, чтобы мой внук, как масал, осталось между матерью и отцом. Хочу, чтобы мой внук рос в полноценной и благополучной семье. Долгие годы ты смотрел за матерью и сестренкой. А теперь тебе предстоит нести ответственность за Ипек и за своего ребенка. Я верю в тебя, Барыш. А каким будет условие нашего брака? Жить рука об руку. Будь счастливыми. Я вам обещаю, мама Милек. Тогда чего мы ждем? Нужно скорее начинать подготовку к свадьбе. Мама, это правда, что я слышала? Ты позволила нам пожениться? Ты снова подслушивала за дверью. В чем дело, Исин? Комиссар Милек перешла к атаке? Нет, подружка. У меня для тебя замечательная новость. О, Господи. Куда я положила эту пижаму? Только сегодня утром я ее сняла. Ах, Кихри Барханэм. Что ты теперь будешь делать? Наверняка она у Милек в комнате. Куда же я ее положила? Совсем из ума выжила. Милек. Что случилось, мама? Почему ты кричишь? Вы все заодно решили обвести меня вокруг пальца? О чем ты говоришь? Не смей притворяться, будто ни о чем не догадываешься. Теперь все ясно. Вот почему ты решила так быстро сыграть свадьбу. Видите ли, Барыш успешно сдал экзамен и пришел просить прощения. Сразу бы сказала, что твоя дочь беременна. Что нам делать? Она обо всем узнала. Уже ничего не поделаешь. Мы ведь не смогли ничего скрыть. Да, но теперь нам не сдобровать. Именно поэтому мы тебе не сказали, чтобы ты так не кричала. Ничего уже не поделаешь. Это уже случилось. Еще матерью называешься. Как ты могла не знать об этом? Мама, мы живем под одной крышей. Ладно, я ничего не заподозрила. А ты что? Опозорились на всю округу. Почему у нас никогда не бывает, как у нормальных людей? Почему? Кому какое дело до нас? Я смотрю, ты совсем расслабилась, Милек. Когда об этом узнает свекровь твоей дочери, вот тогда я посмотрю на тебя. Она при каждом удобном случае будет упрекать. Ее сын тоже не святой. Сколько мы сможем скрывать это? Все равно. Рано или поздно все узнают. А кто еще об этом знает? Уверена, Эйсин. И эта бунтарка тоже в курсе. Они ведь, дыша друг без друга, не могут. Кроме них, никто больше не знает. Если об этом узнает Бирол, то он тут же донесет об этом Адалет. А она, в свою очередь, расскажет всему нашему району. Пусть сначала на свою дочь посмотрит. Какое мне дело до других? История ее дочери уже давно в прошлом. А я, как назло, возвращаюсь домой. Не дай бог, кто-нибудь посмеет попрекнуть меня. Хорошо, мама, успокойся. Дети, садитесь за стол. Еще кормит их. Сделали из меня посмешище. Будем теперь ходить, как по лезвию бритвы. Только бы никто ничего не узнал. Дети, садитесь за стол. Эй, Син? Невероятно. Ты что, снова пьян? А что мне еще делать? В моем доме повсюду твои фотографии. Фотографии моей дочери. Чего ты от меня хочешь? Я живу в одиночестве. Я совсем один. Я хочу, чтобы ты пришел в себя. Хочу, чтобы ты был достоин своей дочери. Ты должен принять то, что мы с тобой лишь друзья. Ради себя. Ради Масал. Ты должен вести себя должным образом. Пойми это, наконец, Аркан. Что ты делаешь? А ну, пошли. Садись. Садись, говорю. Оставь меня в покое. Не оставлю. Пока ты не придешь в себя, я не оставлю тебя, Аркан. Не оставлю. Ну что, пришел в себя? Держи. На завтра я запишусь к Гулькибею. Сходим к нему вместе. Делаем все, что необходимо для твоего выздоровления. Почему ты так настаиваешь? Потому что ты отец моей дочери. И она нуждается в тебе так же, как и во мне. Я выполняю свои материнские обязанности. И ты тоже обязан их выполнять. Мама, прошу тебя. Перестань себя терзать. Я прошу тебя. Идем, дочка. Хорошо, пусть наглеет еще больше. Мамочка, мне очень жаль, что ты узнала обо всем этом вот так. Я не стала говорить, потому что боялась того, что ты будешь сердиться, как сейчас наша кормилица. Нужно было с самого начала мне все рассказать. Мама, Барыш, моя единственная любовь. Я знаю, что должна была тебе обо всем рассказать. Если бы я знала, что ты с пониманием отнесешься ко всему. Это было раньше, Эпек. В прошлом я все время давила на тебя, что бы я ни сказала. Отныне вы будете поступать так, как считаете нужным. Мама, ты снова хочешь? А если бы с тобой что-нибудь случилось? Мама, а как ты поняла, что я беременна? Когда станешь матерью, тоже будешь знать о проблемах своей дочери. Мама? Ты сказала дочери? А я что, так сказала? Значит, будет девочка. Ты хочешь дочку? Дай бог, чтобы родила здоровую малышку. Мама, только подумай, что мы с тобой обсуждаем. Мне становится страшно, когда я думаю обо всем этом. У нас только дел. А если мы не успеем? Посмотрим, сможем ли мы завтра найти себе жилье. Не переживай. Мы найдем вам жилье. А как быть со свадебным платьем? Я сама тебе его сошью. Успеешь? Конечно. Я за одну ночь его сошью. Не волнуйся, я все сделаю вовремя. Ты сильно устанешь. Пусть. Это ведь приятные хлопоты. Я открою. Озгюр, как ты ушла из пансионата? Ты голодна? Пойдем, я накрою на стол. Мама, нравится тебе это или нет? Но Эпек беременна, и мы поженимся. То, что ты говоришь, ничего не изменит. Молодец, Барыш. Сами натворили глупости, а теперь еще и меня в этом обвиняешь. Если тебе все равно, что я говорю, мне остается только пожелать вам бесконечного счастья. Мама, ну что тебе сказать? Оставь, брат. Сначала успокойся. А чего ты ожидал, когда вдруг заявил ей, что она станет бабушкой? Радуйся, что она тебя не прикончила. Она пожелала нам счастья и бросила трубку. Завтра снова позвонишь. А сейчас оставь ее. Ты ведь ее единственный сын. Не думай, что она пропустит твою свадьбу. Только вот Эпек теперь не поздоровится. Серпель Султан еще и ей покажет. Дай бог ей терпения. Большое спасибо за поддержку. Не вешай нос. Вы и не такое переживали. Ты саму госпожу Мелек смог убедить. Только посмотри, как она теперь стоит за вас горой. Вот увидишь, все обойдется. Верно, братишка. Нашел, чем забивать свою голову. Давай посмотрим в интернете объявление об арендном жилье. Давай, дружище, вперед. Давай, давай. Да знаю я. Вот так. Да, денек сегодня удался на славу моей любимой подружке. Кто знал, что Ромео и Джульетта снова обретут друг друга? Мне до сих пор не верится. Сколько дел еще нужно сделать? Как мы все успеем? Давайте прямо сейчас начнем планировать. Верно. Для начала нужно найти жилье. Затем материал для свадебного платья. Открытки для приглашения. Ой, столько всего. Начнем с поиска жилья. Вы уже решили, в каком районе будете жить? Нет, это не обсуждается. Я хочу жить поблизости, чтобы было недалеко от вас. Прекрасно. А я хотела сказать, чтобы вы не переезжали далеко. Ладно, перейдем к критериям выбора. Вам нужна большая квартира? Не знаю. Думаю, однокомнатная. Ну, конечно, а как бы с детской? Точно. В таком случае двухкомнатную. Отлично. Две комнаты. Я думаю, что и двухкомнатной квартиры вам будет мало. Почему? У вас разве не будет гостей? К примеру, если к вам придет свекровь. Пусть не приходит. Даже если придет, пусть остановится в отеле. Мы ведь молодожены. Пусть никто у нас не останавливается. Ну и ну, подружка. А если мы будем приезжать? Тоже не будем у вас ночевать? Приходите, но ночуйте у себя. Поэтому я и хочу снять квартиру неподалеку от вас. Все понятно. Значит, ты не хочешь гостиную. В таком случае нужно иметь лишнюю кровать. А вдруг у вас тетя Милек останется ночевать? Не думаю. Ты разве не знаешь маму и син? Она ни за что на свете не останется у нас. К тому же ей незачем оставаться. У нее есть своя квартира. И тетя Серпиль будет ночевать у мамы, если будет приезжать. Отлично. Раз все нюансы учтены, то вернемся к выбору дальнейших критериев. Хорошо. Ищем двухкомнатную квартиру в районе Кады Кюэ. Ты предупредила Иси на том, чтобы она не проговорилась своему братцу. Я ведь сказала, что да. Хватит уже об этом. Я пока начну собирать вещи. А в чем дело? Зачем? После свадьбы детей ты уедешь? Я тоже думаю уехать отсюда. Ты решила жить с молодоженами? Нет. Ну что ты? Перееду к ним через две недели после свадьбы. Ты ведь знаешь положение Дениза. Ему нужны деньги. Я сдам эту квартиру в аренду. А деньги ежемесячно буду ему пересылать. Пусть ни в чем не нуждается. Ты уже говорила об этом с дочерью? Нет, мама. Времени не было. Она сейчас беременна. Ей понадобится моя помощь. К тому же Ипек тоже будет против того, чтобы я жила тут совсем одна. Я ведь знаю свою дочь. Снова ты спешишь с выводами. Дай бог, чтобы все было именно так, как ты говоришь. Да что же это такое? Я сейчас не выдержу. О, господи. О, господи. Девочки, я побежала. Не дай бог, сторож меня увидит. Как только лягу в постель напишу вам, будь осторожна. Смотри, не попадись. Ладно, я пойду к себе. Ты тоже ложись спать. Завтра будет долгий и трудный день. И то верно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Опять ты? Такой у меня характер. Я не отпускаю то, что нахожу. Видишь, я ведь говорил, что мы соседи. Уйди с дороги. Куда это ты в такое время? Ты даже не сказала, в какой квартире живешь. О, господи, что за напасть посреди ночи. Послушай, у меня есть брат. И если я ему расскажу, что ты пристаешь ко мне, то он сотрет тебя в порошок. Пусть приходит. Я никого не боюсь. Если понадобится, я буду заглядывать во все квартиры. Придется очень долго искать. Какая она дерзкая. Я схожу по ней с ума. А где брат Али? Внизу, расплачивается за такси. Брат, прошу вас, не шумите и не то разбудите масал. Хорошо. Сегодня самый счастливый день. Тише, Алло, тише, ребенок спит. Прости, брат, извини. Спокойной ночи. Что случилось? Брат, я снова ее видел. Да ты что? Совпадений тут не может быть. Эта девушка предначертана мне судьбой. Берол, ты должен мне помочь. Я ведь тебе помогаю. Не вопрос, братишка. Просто покажи мне ее, и она станет твоей. Вот увидишь, брат. Она будет моей. Знаю, что я ей тоже понравился. А то, что она мне постоянно грубит, это вопрос времени. Все девушки себя так ведут. На этот раз она сама найдет меня по запаху. Вот увидишь, сама меня найдет. Ты много на себя берешь, Алло. Нет, вот увидишь. Все будет именно так. Иди спать. Может быть, во сне увидишь свою суженую. Может быть, ладно, я пошел. Аллах. Мама, не рано ли ты стала собирать вещи? Я все делаю вовремя, чтобы не оставлять на потом. Место для кулинарии у нас дома уже готово. Скоро вы сыграете свадьбу. И нам нужно будет собираться в дорогу. Мама, к чему такая спешка? Мне это совсем не нравится. Я больше не могу здесь оставаться, Милек. Этот город выжил из меня в Сесоке. Нужно было раньше уехать отсюда. Здесь мне не место. Я никогда не чувствовала себя здесь нужной. Скорее уеду. Пусть все вздохнут с обличением. Мама, да что ты такое говоришь? А что, не так, что ли? Думаю, и тебе скоро укажут туда дорогу. Советую потихоньку собирать свои вещи. Поехали вместе с нами. Скажешь тоже, мама. Дочка ни за что на свете не бросит меня. Я уеду из этой квартиры и перееду жить к ней, не настаивая на том, чтобы я уехала с вами. Мое дело предупредить. Поступай как знаешь, Милек. Я открою. Любимый, ну что, ты смог подать заявление? Через три дня мы поженимся, любимая. Ты серьезно? Дочка, будь осторожна, не прыгай. Ты должна беречь себя. Хорошо, мама. Только там нужна еще и твоя подпись. Готовься, пойдем в ЗАГС, а потом пойдем смотреть дом. Вчера с девочками мы подыскали кое-что и составили список, чтобы легче было ориентироваться. Правда? Мы вчера с Шенером проделали ту же работу. Нашли несколько домов рядом с театром. А почему там? Я хочу жить поблизости. Понимаю, любимая, но зачем жить так далеко от работы? Девочки ведь здесь живут, и мама тоже. С рождением ребенка маме придется постоянно приезжать к нам. Правильно, но... Для начала посмотрим все варианты, а потом определимся. Ты поедешь с нами, мама? Не нужно переживать, мама Милек. Дочка, мы ведь должны купить ткань для свадебного платья. Точно, не будем тянуть время, все вместе выйдем. Пока. Ну что тут скажешь, Милек Ханым? Всего доброго. Мы думали, что придется ждать целую неделю, но нам без проблем выдали кредит. Поздравляю вас. Спасибо. Бог в помощь. Спасибо, брат. Ну что, сестра? Помещение в нашем распоряжении. Не будем терять времени и начнем уборку. Нужно еще будет подготовить список лекарств. Брат, у меня появилось одно дело. Я вернусь, когда решу его. Что среслось? Какое еще дело? Это личное, брат. Ладно тебе, Бирол. Сами справимся. Иди, сестренка, занимайся своими делами. Мы с Биролом сами все уладим. Не задерживайся. Эркан, я еду к тебе. Надеюсь, ты трезвый? Через час мы должны быть на приеме у врача. Мы столько труда вложили в это дело. Я так расстроена, что ничем не могу помочь. Не огорчайся, Эмель. Такова судьба. Хорошо, что в Аве у вас тоже есть работа. Дай бог, чтобы там наше ремесло процветало еще лучше. Дай бог. Милеханэм, с вами поедет? Нет. Ее дочь выходит замуж. Она не может оставить ее одну. Достопочтенная матушка. С кухней закончили. Все вещи собраны. А что делать с этими стульями? Оставь их пока для свадьбы, потом заберем. Ты договорился с водителем грузовика? Все в порядке? Об этом не беспокойтесь. На следующий день после свадьбы купите себе билет и поедете. А я соберу оставшиеся вещи и привезу их на грузовике. Отлично. Тогда я заберу Муалю с девочками и поеду. А ты закончи со всеми делами и приезжай. Нет, матушка. Вы ведь знаете, что девочки не могут без меня. Будут капризничать в дороге. К тому же не нужно столько затрат на билеты. Не так ли, любимая? Вы пока езжайте одна, а мы с Муалю и девочками загрузим все вещи и приедем. Что ты такое говоришь? Как они приедут на грузовике? Хорошо, будь по-вашему. Мы загрузим все вещи в грузовик, а сами приедем на автобусе. А я что, одна поеду? Ну что вы такое говорите? Автобус ведь не поедет, если в нем будет сидеть только один пассажир. Я сам вас провожу. Можете не переживать. Бессовестный. Шутить еще вздумал со мной. Делайте, что хотите. Я сама о себе позабочусь. Отлично. Тогда я соберу вещи, которые лежат на улице. Ах, Фивзи. До каких пор ты собираешься обманывать мою маму? Она ведь будет нас ждать. Представляешь, что будет тогда, когда она поймет, что мы не приедем. Она сама это захотела. Не нужно было вмешиваться в наши семейные дела. Она все время давила на нашу семью. Что ты такое говоришь? Я говорю тебе, что она огорчится. Раз тебе ее так жалко, можешь ей обо всем рассказать, Муаля. Не собираюсь выслушивать твои нотации. Фивзи, ты все время проворачивал дела за маминой спиной. Я знаю свою маму. Если она узнает обо всем, то ни за что не отпустит нас. А мне все равно, Муаля. Если ты не можешь жить без своей мамочки, то поезжай вместе с ней в Айву. А я заберу девочек и вернусь в Кайсири. Судьба у нас сложится, как в фильме про Адиля и Нашид. Через много лет мы встретимся и будем жалеть о том, что не смогли уберечь наш брак от твоей невыносимой матушки. Здесь очень красиво. Мне понравилось. Тебе ведь тоже понравилось? Да, любимая, здесь очень просторно. В таком случае снимем? Хорошо. Родная, здесь будет тесно, мы не поместимся. Почему ты так решила? На свет только трое, я, барыш и ребенок. Две спальни и один зал. Нам будет достаточно. Все, снимаем. Договорились? Как скажешь, любимая. Так, мы начнем с программы против алкогольной зависимости. Поэтому нам потребуется пребывание Эрканбея в нашей клинике. А нельзя проводить лечение в домашних условиях? К сожалению, нет, Эссенханым. Эрканбей должен находиться на нейтральной территории. Это ему поможет держать себя в руках. Ничто не будет напоминать ему о спиртном. Так он сможет легче перенести ломку. А я смогу его навещать? Мы не приветствуем посещение больных. Ваши визиты будут плохо отражаться на его психике. На этот период он должен быть изолирован. Я сообщу сотрудникам о прибытии нового пациента. Ты слышал, что сказал врач? С сегодняшнего дня ты остаешься в клинике. Дай мне ключи от дома, я принесу тебе все необходимое. Хорошо, что есть Шене. Спасибо ему, он встретил меня. Простите нас, мы сняли дом в аренду, купили материал для совладебного платья. Добро пожаловать, а мы как рождали вас. Здравствуй, мама. Барыш, смотри, твоя мама приехала. Добро пожаловать, мама. Это вам добро пожаловать. Добро пожаловать, тетя Серпиль. Позвольте поцеловать. И пек? Это свадебные сладости? Да, мама. Красивые, правда? Вам нравится? Что это за такие сладости? Кормилица, мы решили вместо конфет дарить всем сувениры в виде дерева. Так будет более оригинально. Будете дарить, как игрушку? Не нужно придумывать новые обычаи. Но мы с Барышем хотим именно так. Только подумайте. Всем ведь понравится. Оставь их, мама. Пусть будет, как хотят молодые. Давай их поддержим. Дерево. А это наши пригласительные. И пек сначала не хотела, но потом решили вписать сюда имя нашей дочери. Еще чего? Вы хотите рассказать о своем позоре на весь свет? А какой смысл скрывать это? Все равно все узнают. Но уж нет. Вы и так все делаете так, как вам вздумается. Хотя бы в этом. Послушайте нас. Конечно, мы сделаем все, как вы хотите. Но ведь это наша свадьба. А мы, ваши родители, нужны с нами считаться. Думаю, что приглашения будут лишними. К тому же на свадьбе будут только наши близкие. Зачем нам формальности? Как ты думаешь? Хорошо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ В чём дело, матушка? Где Муаля? В ванной купает девочек. Скажи ей, чтобы завтра рано утром пошла к Исмету за свадебными сладостями. Только чтобы Ипек об этом не знала. Одного килограмма будет достаточно. А зачем? Наша Ипек вместо конфет купила сувениры. Хочет раздать их во время церемонии. Я не хочу, чтобы мы опозорились на всю округу. Передай Муаля, чтобы она красиво их завернула. Смотри, не забудь передать. Нет, нет, конечно не забуду. Уже приступила? Только что, мама. А мы сегодня собрали все вещи из кулинарии. После свадьбы загрузим столы и стулья, а потом в дорогу. Видимо, пока я поеду одна. Так Февзи сказала. Мама, что? Возьми мне билет. А что стряслось? Почему ты изменила своё решение? Я всё поняла. Дети устраивают свою жизнь. По-моему, они и без меня прекрасно справляются. Думаю, мне нет места рядом с ними. Они тебя чем-то обидели? Нет, мама. Что ты такое говоришь? Мы ведь закрыли кулинарию, а мне нужно работать, чтобы не быть детям обузой. В моём возрасте тяжело найти работу. Пусть каждый идёт своей дорогой. К тому же, мы ведь нуждаемся друг в друге. Не так ли, мамочка? Ты ещё на многое способна, Милек. Это я буду нуждаться в тебе. Всё не так, как ты думаешь. Не пугай меня. Что стряслось? У меня начались провалы в памяти. Я забываю о том, что говорю. Забываю о том, что делала вчера. Моё здоровье ухудшается. Думаю, что скоро уйду на покой. Что ты говоришь, мама? Что всё это значит? Только вчера ты лучше всех узнавала родственников по фотографиям. Я помню частично, Милек. Наши дети стремятся жить отдельно от нас. Хоть ты будь рядом, не покидай меня. Я боюсь провести остаток дней в одиночестве. Свадьба твоей дочери. Всё время забываю. А как быть с родами Ипек? К этому времени мы все приедем к ней. Только не говори Ипек о моём отъезде. Она расстроится. Смотри, это будет выглядеть примерно так. Что сказать, ты восхитительна. Не будем задерживаться. Нам ещё нужно мебель расставить по местам. Итак, уже припозднились. Я готова, можем выходить. Мама, мы уходим, а сало остаётся на твоём попечении. Что случилось? О, нет. Что ты кричишь, Милек? Вот беда. Этого ещё не хватало. Милек Ханым, что будем делать? Вы теперь не успеете до свадьбы. Разве можно здесь оставлять, когда в доме находится ребёнок? Что теперь будет, мама? Не плачь, я всё улажу. Я сошью тебе свадебное платье. Новое. Не старайтесь напрасно, Милек Ханым. Если что, купим новое. Серпель Ханым, я ведь сказала, что сама всё улажу. Вы идите, я разберусь. Пойдём. Всего доброго. Милек Ханым. Милек Ханым. Сестра. А ты кто такой? Это ты? Что ты тут делаешь? О, господи, это не сон. Брат Бирол. Брат Бирол, скорее. О, господи, это наяву. Брат Бирол. Брат Бирол. Озгюр. Откуда ты взялась? Ты ведь в пансионе должна быть. Брат, я сбежала оттуда из-за свадьбы, Пек. Что делает этот проходимец в моей спальне? Вчера он вешался мне на шею, теперь спит в моей постели. Что ты такое говоришь? Нет, это неправда. Помнишь, я вчера рассказывал тебе про девушку, которую встретил? Так вот, это она. Брат, это твой приятель? Будь ты не ладен. Что ты потерял в её постели? Что? Это её постель? Помнишь, я рассказывал тебе, что с Эссин живёт её подруга Озгюр. Это она и есть. Да ты что? Надо же, какое недоразумение. Прости, невестка, я не знал. Прости. Прости меня. Выйди отсюда. Иди. Скорее выходи. Выходи скорее. Клянусь всеми святыми, я не знал, что она твоя девушка. Будь ты не ладен, Олорф. Какой же ты глупец. Как ты мог назвать её невесткой? Ты чуть было не выдал меня. Ты понимаешь, что ты наделал? Я ведь правда не знал, что это та самая девушка. Я бы ни за что на свете не посмел. Замолчи, замолчи. Не то я вырву твой длинный язык. Из-за тебя я опозорился. Предстал в таком виде. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мама, ты превосходна. Ты почти закончила. Ну что, готова? Любимый, почему ты смотришь? Выйди. Я ведь говорила тебе, что нельзя смотреть. Постой, куда ты бежишь? Ты ведь вся в иголках. Сейчас уколешься. Мама, он смотрит. Сынок, не мешай нам. Видишь, мы работаем. Ромео, все, хватит мучить свою невесту. Пошли отсюда. Ну все, давай, снимай. Кормилица, ты что, серьезно уезжаешь? Билеты уже купила. Оставь билеты. Иди, открой дверь. Мама, ну как можно посреди комнаты оставлять билеты? Я хотела спрятать их, но из-за свадебного платья я все забыла. Добро пожаловать. А мы думаем, куда же исчезла тетя Серпиль. А вот и я, дети. А я схожу к Исин. Если Масал будет спать, то мы им чуть позже подойдем с Исин. Хорошо? Мама, что это? Посмотрите, что я купила. Добрый вечер. Добро пожаловать, Серпиль Ханэм. Я занята, простите. Осталось дышать только подол. Не нужно напрасно стараться. Я облегчила вам работу. Что это, тетя Серпиль? А на что это похожий пек? Конечно же, это свадебное платье. Вам бы еще предстояло долго работать над платьем. Знаю, вы сказали, что успеете до свадьбы, но я решила не рисковать и купила. Смотрите, какое оно красивое. А фата просто загляденье. Сейчас посмотрите. Простите меня, тетя Серпиль, но я не стану это надевать. Вы ведь сами видите, сколько мама вложила труда в это платье. Если понадобится, я не буду спать ночами, чтобы помочь маме с платьем. Дочка, почему ты так упрямишься? Ведь ясно, что вы даже за три дня его не закончите. Ничего, надену его, даже если оно будет шито наполовину. Что ты такое говоришь? Где-то видно, на что бы платье надевали недошито. Не нужно позорить меня перед родственниками. Наденешь то платье, что я купила тебе. Иначе я не приду на вашу свадьбу. Я все сказала. Всего доброго. До свидания. Мама, куда ты уходишь? Невероятно. Что все это значит? Не волнуйся, любимая, успокойся. Как тут успокоишься, барыш? Ты что, не видел, как вела себя твоя мама? Погоди, дочка. Сынок, иди за мамой, не оставляй ее одну. Давай, давай, иди. Любимая, не расстраивайся, я позвоню тебе, хорошо? Вы только посмотрите на это. Что она себе возомнила? Будь что будет, нет, но я не надену то платье, которое она купила. Не глупи, Ипе, к тому же она права. Разве можно надевать платье недошитым? Я уже не могу шить так же быстро, как раньше. Если не успею, наденешь то, что она купила. Ну, что поделаешь. Мама, но я хотела надеть именно то, что ты сошьешь. Но если ты устала и считаешь, что не успеешь закончить, то... Нет, родная, ну что ты, я все равно буду стараться. Но если не получится успеть вовремя, то придется надеть то платье. К тому же, Серпельханым хотела как лучше. Что это значит? Я ведь буду надевать свадебное платье. Как можно было пойти и выбрать его самой? Я не хочу, чтобы платье было расшито камнями и украшениями. Прошу тебя, дочка, не говори так. Ты еще не привыкла называть ее мамой. Все время называешь ее тетей. Ей это неприятно. Мама, а как мне к ней относиться? Когда она себя так ведет, у меня язык не поворачивается назвать ее мамой. К тому же, моя мама ты. И то верно. Да, согласен. Вначале я был против тебя, но, как говорят, от ненависти до любви всего один шаг. Ты закончил речь, а потом снова стал повторять. Зачем ты повторяешь все время, когда говоришь, будь предельно эмоционален? Как это сделать? Смотри на меня и слушай. Смотри. Озгюр, милая, меня тревожит одно чувство. Оно не дает мне покоя. Я влюблен в одну девушку, я просто с ума по ней схожу, но я боюсь ее реакции. Поэтому я не могу признаться ей. Как ты думаешь, что я должен сделать? Советую прямо подойти к ней и во всем признаться. Только не смей вешаться ей на шею, как ты поступил со мной. Да, мы тут просто болтали ни о чем. Не берите в голову. А вы... Вы куда собрались? Идем к Ипек. Мы усыпили девочку, так что держите ухо востро. Конечно, идите, занимайтесь своими делами. Брат, я купил билет на сегодняшний рейс. Если я причинил вам неудобства, то простите. Что ты такое говоришь? Это и твой дом тоже. Приезжай, когда твоя душа пожелает. Спасибо за теплые слова. Счастливого пути. Конечно, поезжай и поскорее признайся девушке в любви. Черт бы тебя побрал. Она чуть не догадалась. Чуть не догадалась. При чем тут это? Ты снова промолчал. Репетиция пошла на смарку. Если так и дальше пойдет, то я никогда ей не признаюсь. Все время говорю себе, что скажу сегодня, завтра и ничего не получается. Еще ты собрался уезжать. Не волнуйся, братишка, мы будем репетировать. Кстати, а что будет завтра? Что? Завтра свадьба. Оденем тебя так же, как и жениха. В такой одежде ты станешь смелее и признаешься ей во всем. Ты так думаешь? Глупец несчастный. Что? Братишка. Делают, что хотят. Совсем не считают и со мной. Будто я не мама жениха, а посторонняя. Вместо того, чтобы благодарить меня, она возмущается. Еще тетя называет. Будто сложно назвать мамой. Нет, я не выдержу. Где это видано? Плохи дела, братишка. Серпиль Султан просто вне себя от ярости. Она очень недовольна вами. Что ты такое говоришь? Не веришь? Иди сам посмотри. Ясно ведь, что она не успеет дошить платье. Зачем упрямиться? Я не позволю надеть ей недошитое платье. Не позволю. Не позволю. Мама, с кем ты разговариваешь? Сама с собой, сынок. Так как меня никто не хочет слушать. Так я успокаиваюсь. Если ты насчет платья, то ты не права, мама. И Пек хочет надеть то, что ей сошьет ее мама. Ты же знала об этом. Зачем купила новое платье? Молодец, сынок. Значит, и ты на их стороне. Конечно. Вы ведь считаете меня своим врагом? Хотела как лучше, все равно никому не угодила. Причем здесь это? Ты купила платье на свой вкус. Вот это ее и разозлило. Что непонятного? Получается, что я еще и виновата. Что бы я ни сделала, меня не уважают. Лучше все время молчать. Я даже не могу сполна порадоваться на свадьбе своего единственного сына. Как только справим свадьбу, я тут же уеду, чтобы не доставлять вам неудобства. Возьму билет и уеду. Мама, мы сейчас устали. Поэтому все так напряжены. Подумай о том, что с твоих плеч упадет огромный груз. И Пек будет делать все, что ты раньше делала для меня. Заблуждаешься, Барыш. Домохозяйкой быть не так уж и легко. И Пек до меня еще расти и расти. Так что не обольщайся на ее счет. Я открою. Сюрприз. Проходи. А ты ведь завтра собиралась приехать. Сестренка? Привет, как дела? Как дела? Рассказывай. Дочка, добро пожаловать. Добро пожаловать, дочка. Озгюр, как ты думаешь, мое платье не запутается за свадебным столом? С чего ты взяла? А ты будешь сидеть рядом с молодоженами? Я ведь буду свидетельницей. Почему ты так решила? Размечталась. А что? Я ее родственница и близкая подруга. Конечно же, буду я. Вот оно как. А родственникам нельзя быть свидетелями. К тому же, И Пек в спешке выходит замуж из-за ребенка. А кто больше всех хотел этого ребенка? Я. Так что, она выберет меня. Девочки, где ты ходишь, И Пек? Мы как раз обсуждали свадебные ритуалы. Вы ведь знаете, что я не придерживаюсь обучаев. Так что, и вы не думайте об этом. Ну и что? Это ведь будет особенный для тебя день. Что это? Открой. Знаем, что мы немного опоздали с этим подарком, но думаем, что еще не поздно. Ты успеешь поделиться чувствами. Напишешь в этом дневнике все, что ты сейчас испытываешь. Не забудь написать об ощущениях в своей утробе. Огромное спасибо, девочки. Хорошо, что вы есть. Спасибо вам. Так, теперь переходим ко второму этапу ритуала. Итак, я сама даже не знаю о нем. Нужно подумать и о своих близких. Если ты первая наступишь ему на ногу, то следующая девушка сразу выйдет после тебя замуж. Точно. Я почему-то забыла об этом. Только напиши отчетливо, не то сотрется. Останешься потом старой девой. А я не свое имя напишу. Напишу имя нашей королевы. Не смей, не вздумай писать мое имя. Дорогая, это обычай. Не надо сразу вредничать. Все равно рано или поздно ты выйдешь замуж. Хорошо, тогда отчетливо напиши, чтобы не стерлась. Точно моя королева. Если имя останется до конца свадьбы, то ты долго не засидишься, Эсин. Хватит надо мной издеваться. А теперь переходим к основной части нашего сегодняшнего собрания. Так. Ну уж нет. Я ведь говорила, что мне не нравятся эти обычаи. Нет, 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 нет. Ты ведь увильнула от девичника. Хочешь ты этого или нет, но это свеча из хны сегодня зажжется. Не глупи, Озгюр. Зачем все это нужно? Перестань. Разве ты завтра не выходишь замуж? Я не выдам тебя замуж без нанесения хны. Все, все, все. Девочки, перестаньте. Что вы раскричались на весь дом? А ну все по домам, завтра рано вставать. А вы еще не легли спать. Давайте быстро. Ипек, раскрой ладонь. Позволь мне хоть чуть-чуть нанести хну. Я поклялась, что ты нанесешь это на ладонь. Ладно, я умываю руки. Сами разбирайтесь, я уже внесла свою лепту. Прошу тебя, Озгюр, не надо. Ну, я прошу тебя, не надо. Да ну-ка, давай. Получается, тетя Милек? Дай бог, закончу вовремя. Если понадобится, буду до утра сидеть и шить. Я не подведу дочку. Тетя Милек, прошу вас, не упрямьтесь. Позвольте нам помочь вам. Нельзя, дочка. Это моя работа. Если вы начнете помогать мне, Ипек тоже захочет помочь. А я не хочу, чтобы она до утра с нами просидела. Ей нужно как следует отдохнуть. Ладно, раз ты не хочешь, чтобы Ипек видела нас, тогда давай дошвем его у меня дома. Ну что ты, дочка, мне вас тоже жаль. Да, но если бы Масал не пролила сок на платье, вы бы уже давно его шили. Масал еще ребенок. Нельзя обвинять ее. Ну и что? Послушайте, если мы все вместе поможем вам, вы скорее закончите, и у меня на душе будет спокойно. Тебе тоже нужно отдохнуть. Завтра твоя дочь выходит замуж. Верно. Хорошо. В таком случае я согласна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мамочка, родная моя, ангел мой. Всю свою жизнь я была под защитой твоих крыльев. Но я все время хотела летать самостоятельно. Сколько бы раз я не падала, ты всегда приходила мне на помощь. Благодаря твоей опеке я не свернула с праведного пути. хорошо, что ты есть у меня. Твое присутствие рядом со мной придает мне уверенности и спокойствия. Как это замечательно, что ты всегда рядом, что ты моя мама. И ПЕК. Моему ангелу-хранителю, субтитры создавал DimaTorzok Кормилица. О, Господи. Что стряслось, дочка? Ничего, все в порядке. И ПЕК. Скажи правду. Что с тобой? Мама, все хорошо. Я пришла поговорить с кормилицей. Я испугалась. Что случилось? вчера вечером я подумала и решила. Согласна ли ты быть моей свидетельницей? Ах, ты моя родная. Неужели я дожила до этих лет? Конечно, буду милой, а не беспокойся. И ПЕК, и когда же ты успела вырасти? Милек, твоя дочь еще в прошлом году стала взрослой. Очнись, она уже замуж выходит. Мама, мы чуть позже с девочками поедем к парикмахеру. Дочка, пока не забыла, сообщи Барышу и Серпельханым, чтобы были у нас ровно в час дня. И вы тоже не опаздывайте. А зачем? Главное, приходите вовремя, остальное потом объясню. Хорошо. Сестра Нильгюн, это я и ПЕК. Как ваши дела? Это у тебя нужно спросить? Ну что, волнуешься перед свадьбой? Да, мне до сих пор не верится. Я так волнуюсь. Дай сюда. Иди готовься. У тебя еще столько дел. Иди, дочка. Хорошо, ухожу. Доброе утро, Нильгюн. Прости, что я вырвала телефон у ИПЕК. Боялась, что ты проговоришься ей о моей поездке. Она еще ничего не знает. Так что ты уж помолчи. Хорошо, что предупредила. Я думала, она знает. Я позвонила, чтобы поздравить вас. Спасибо, Нильгюн. Хорошо, я тебе позже перезвоню. В дверь звонят. Откройте кто-нибудь. Дочка. Дочка, почему ты... Тебе что, не нравится? Мамочка, я в вечном долгу перед тобой. Ты просидела до самого утра, чтобы закончить. Я ведь сказала, что справлюсь. Дорогая ты моя. К тому же мне помогала мама вместе с девочками. Все вместе быстренько управились. Никому не дело до гостей. Люди устали звонить в дверь. Красивая, не правда ли? А где ИПЕ, кормилица? Она готова? Девочки, кормилица, огромное вам спасибо. Получилось очень красиво. Нужно было разбудить меня, я бы тоже помогла вам. Ну все, пошли. Невестам нельзя много разговаривать. Мы хотели, чтобы ты выспалась и отдохнула. Хватит болтать, идите скорее. Будьте здесь в час дня. Мамочка, спасибо за то, что ты рядом. Субтитры создавал DimaTorzok и отдохнула. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем дело, Кихрибарханэм? Проходите, присаживайтесь. Кормилица, что происходит? Мы еще не оделись. Постой, дочка, не торопись. Что происходит, кормилица? Проходи, дочка, присаживайся. Давай, давай, проходи. Что происходит? Проходи, сынок. Что все это значит? Добро пожаловать, господин Мула. Проходите, присаживайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кормилица, извините, а в чем, собственно, дело? Что еще может быть, дочка? Нужно соблюдать обычаи и традиции. Перед регистрацией у вас обязательно должна пройти церемония никяха. Что? Хватит удивляться. Надевайте все платки. Я не собираюсь ничего надевать. У меня фата на голове. Я схожу за ней. Она права. Извините нас, господин Мула. Все в порядке. Любимая, только не говори мне, что ты знал об этом. Я сейчас в такой ярости, что могу обидеть тебя. Хорошо, любимая. Кажется, что мама Мелек об этом тоже не знает. Видишь, ее даже нет дома. И еще бы. Она бы никогда не позволила кормилице пойти на это. Кормилица специально выбрала время, когда ее не будет. А я наивно доверилась ей и позвала всех. Если бы я знала, что она устроит, я бы ни за что не согласилась. Как же я сразу не догадалась. Тише, любимая. Понимаю, ты сейчас очень сердишься, но кормилица хочет, чтобы мы прошли эту церемонию. Барыш, но мы ведь этого не хотим. Почему мы должны все время кому-то угождать? Разве у нас нет права выбора? Я не хочу идти на поводу у каждого. Любимая, потерпи немного. Если мы сейчас откажемся, у всех испортится настроение. Пойдем, скорее проведем эту церемонию. Барыш, скорее бы закончилась эта свадьба. порой я думаю, что нам нужно было пожениться за границей. Осталось совсем немного. Скоро мы поженимся. Потом поедем к себе домой. Будем только ты, я и наш малыш. Скоро ведь все закончится. Да, любимая, обещаю. Пошли. Ну что, пришли в себя? Можем начинать. Присаживайтесь. Идем, дочка. Накрой голову. Ты испортишь мне прическу. Сначала поговорим о Мехрине. Что это еще такое? Погоди, сейчас он все объяснит. Какую компенсацию ты выплатишь жене в случае развода? Не могу поверить. Простите, а почему мы должны разводиться? Мы еще не успели пожениться. Что за глупые обычаи? Дочка, таков обычай. Сейчас он говорит о твоей компенсации. А что это значит? Если они разведутся, зять должен будет заплатить нам деньги за нашу невесту? Можно сказать и так. Моя любовь не продается. Хорошо. В таком случае, если он разведется с нашей Эпек, то мы потребуем с него 50 золотых браслетов. 50 золотых браслетов. За наш Эпек 50 будет мало. Что тебе не нравится? Я за тебя даже половины этого не получила. Да, этого мало. Пусть будет 100 браслетов. 500. О, Господи, тебе какое дело. Не сбивай торги. Не сбивай. Господин Мула, запишите, что сверху мы еще потребуем дом. И машину в придачу. На чьей-то стороне, дочка? Я не брошу свою невестку, даже если она жена моего брата. Я смотрю, у вас разыгрался аппетит. Устроили здесь базар. А я еще требую виллу. Добро пожаловать. Проходите. Вы поставили на стол напитки. Где же дети? Добро пожаловать. Что там с тортом? Он уже на кухне. Добро пожаловать. О, Господи, что это? Я решила никого не обижать. деревце с конфетами. Добро пожаловать. Проходите. Сестра Эмель. Сестра, что с этим делать? Посадишь у себя в огороде. Все по местам. Невеста едет. Пойдемте, пойдемте, выйдем. Невеста едет. Проходите. Аплодисменты. Продолжение следует... 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 Мы с Мелик Ханым сегодня поженились Мама Почему ты не сообщила мне об этом? Музыка Ах, родная, что же это с тобой? Кажется, ты простудилась Я сейчас принесу тебе чай с лимоном, это поможет А пока спи Пока поспи Сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Скоро автобус отъезжает, хватит прощаться с пустой комнатой Я никуда не поеду, мама Я не могу оставить Ипек Почему? Она ведь не одна, с ней рядом ее муж Если я уеду, она будет чувствовать себя брошенной Я не могу ее оставить Нет, мама Ты поедешь Дочка Мамочка Я вчера обо всем подумала Я устроила свою личную жизнь и все равно хочу, чтобы ты была рядом Это эгоизм с моей стороны Прошу тебя, прости меня Ну что ты такое говоришь, дочка? Каждый хочет, чтобы его мама была рядом с ним Пусть Я хочу, чтобы ты обустроила свою личную жизнь Ну и Пек Прошу тебя, мама Я хочу, чтобы ты была счастлива Говорят, что мама это ангелы воплоти Это верное изречение Мама защищает нас с самого начала нашей жизни Еще в утробе она оберегает нас Старается защитить нас от недругов Она учит нас жизни Никто не вправе обижать мам Мы всегда будем в вечном долгу перед ними Сколько бы нам ни было лет Для мам Мы всегда остаемся маленькими детьми Они не должны терять в нас веру Цените и любите своих матерей Пусть никогда на земле Не будет обиженных матерей Любимая Ты готовишь завтрак? Ипек Любимая, ты в ванной? Ипек Любимая, мы едем на автовокзал провожать маму Автобус отъезжает ровно в час Любимая, почему ты меня не разбудила? Барыш, мама уезжает Успокойся, любимая Как соскучитесь, она приедет Или мы будем ее навещать Как только приедете, сразу же позвоните Мамочка, счастливого пути Всего доброго Ладно, дочка, вечером ведь приедешь Нельзя провожать со слезами на глазах И вообще тебе нельзя расстраиваться Не переживайте за нас, комиссар На летних каникулах мы будем у вас Берегите себя Смотрите за собой, Кихри Барханым Берегите себя Хорошо, дочка Пусть Господь осветит твой путь Всем отъезжающим пассажирам занять места Сынок, берегите друг друга Будьте всегда вместе Не волнуйтесь, мама Мелек Будьте за нас спокойны Мама, береги себя Выполняй все, что скажет врач Соблюдай режим питания Принимай витамины Ешь побольше фруктов и овощей Много не ходи Скорее грузите вещи И приезжайте вслед за нами Посмотрим, как получится, матушка Нужно сначала загрузить все в грузовик Ну ладно, мы поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Мама Субтитры Алексею Дубровскому